Вести Карачаева, Черкесия На базе Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья Росинка открылось стационарное отделение. За год реабилитационными услугами в стационарных условиях планируется охватить 500 детей, сопровождающими с учетом продолжительности реабилитационного периода 16 дней. Таким образом, реабилитацией в год с учетом полустационарного отделения будет охвачено около 1 тысячи детей. После переезда в бывший корпус пансионата для пожилых и инвалидов, а это совсем другие площади, где в Росинке появилась возможность открыть собственный углосуточный стационар. Информацию комментирует заместитель председателя правительства республики Ирина Гербекова. Возникла вот эта идея у Рашида Борисовича, нашего главы, что освободившееся здание можно отдать под вот эту структуру. Мы с ним тогда обсудили, проговорили, посчитали, и получается, что в год будет получать лечение около тысячи деток. В Тиберде с 9 по 12 февраля пройдет форум для молодежи региона, который позволит развить лидерские качества у участников и раскроет их кадровый потенциал. В рамках мероприятия пройдут интересные тренинги по таким направлениям, как саморазвитие, ораторское мастерство, эффективное управление имеющимися ресурсами, методы достижения успеха и развития востребованных компетенций. Спикерами образовательных программ выступят Амиран Зугов, блогер, лидер общественного мнения, Екатерина Борисевич, наставник по прокачке актуальных навыков, Расул Найманов, заместитель министра по делам молодежи Карачаева-Черкесии. Члены общественной палаты Карачаева-Черкесии в рамках выездного мониторинга, ремонта республиканских образовательных учреждений, вместе с представителями профильных министерств и родительской общественности посетили школу номер 3 города Черкеска. Какие выводы они сделали, побывав на объекте, рассказала председатель общественной палаты республики Елена Лешова. Мы увидели, что работы ведутся, что они не стоят уже хорошо, уже большой плюс. Во-первых, увидели, что подрядчик заинтересован и готов к работе, и нам обещает, и говорит, что он четко выполнит 1 сентября, что мы и проверим. Новые электрокардиографы получила поликлиника Зеленчукской центральной районной больницы в рамках нацпроекта здравоохранения. Техника эта высокоточная и может работать в условиях повышенной нагрузки, к тому же компактная, весом не более полутора килограмм. Комментирует информацию главный врач больницы Анатолий Величко. Новое оборудование повышает возможности первичного звена здравоохранения. На данном этапе это основное то, что нам нужно, потому что профилактика и предупреждение болезни более значимы по своей эффективности, чем уже лечение тяжелых или запущенных случаев. На курорте Архиз возобновила занятие спортивная секция по экстремальным видам спорта, предусматривающая обучение детей от 5 до 13 лет горным лыжам, сноуборду и роликом в зимний период, скалолазанию и альпинизму в летний период. На курорте с прошлого года функционирует спортивная секция, детей обучают высококвалифицированные инструкторы, прошедшие всю необходимую подготовку. В Республиканской детской библиотеке имени Сергея Никулина завершился ремонт здания. Основные работы завершились еще в декабре прошлого года, и теперь учреждение готово принять юных читателей. Специально для них запустили познавательную программу «Первые шаги в мире искусства». В рамках проекта ребята узнают много интересного в формате интерактивной игры. Жители Карачаева Черкесии при поиске вакансий могут столкнуться с новой схемой обмана, когда мошенники представляются работодателями, злоумышленники рассылают по электронной почте через СМС или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы. Высокая оплата труда, гибким графиком, простыми задачами. Зачастую речь идет о продаже товаров и услуг на маркетплейсе. Соискателю предлагают перейти по ссылке, которая ведет в мессенджер. Там уже с потенциальной жертвой вступают в переписку менеджеры по подбору персонала, которые могут запросить у клиента конфиденциальную информацию, данные банковской карты, номер мобильного телефона. Затем, якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе, человеку предлагают внести вступительный взнос, к примеру, 500 рублей. Однако на самом деле эти деньги попадают к мошенникам, как и данные банковской карты и номер телефона, которые злоумышленники могут использовать в своих целях. О правилах кибербезопасности напоминает начальник отдела отделения Банка России по Карачаево-Черкесии Ольга Щекланова. Если гражданин получил предложение о работе с требованием оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию или провести другие платежи, то, скорее всего, он имеет дело с мошенниками. Не стоит отвечать на такие сообщения и тем более передавать незнакомым людям персональную информацию. Данные карты ее владельца, трехзначный код с обратной стороны или код из СМС. Кроме того, ни в коем случае не стоит переходить по подозрительным ссылкам или вводить свои данные на неизвестных ресурсах. На сайте Банка России в разделе противодействия мошенническим практикам можно найти более подробную информацию о разнообразных мошеннических схемах и о правилах безопасного финансового поведения. Итоги деятельности Карачаева-Черкесской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения о ликвидации чрезвычайной ситуации в 2022 году подвели в Черкесске на расширенном совещании МЧС. Об итогах года рассказал начальник управления МЧС России по Карачаевой-Черкесии Александр Голоколенко. В 2022 году спланировано и проведено 6 заседаний комиссий по предупреждению о ликвидации ЧАЭС, более 960 мероприятий оперативной подготовки различного уровня. В 2022 году на территории республики произошли две чрезвычайные ситуации, в которых пострадало более 1 тысячи человек, к счастью, без погибших, ущерб составил более 20 миллионов рублей. Кроме того, зарегистрировано 5 социально значимых происшествий, что на 54% меньше, чем в предыдущем году. Вместе с тем они имели свой общественный резонанс. Прокуратура республики направила в суд уголовное дело в отношении участниц организованной группы, обвиняемых в незаконном обороте сильнодействующих веществ и легализации свыше 12 миллионов рублей, полученных преступным путем. Информацию прокомментировала старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева. По версии следствия, обвиняемые в период с апреля по июнь 2020 года, являясь участницами организованной группы, приобретали, хранили и осуществляли перевозку избыть сильнодействующих веществ посредством размещения их в тайниках-закладках. Оплата за покупку сильнодействующих веществ поступала на банковскую карту, которая находилась в пользовании одной из обвиняемых. В целях легализации денежных средств, полученных преступным путем, злоумышленница часть денег обналичила, а также производила операции по переводу денег на счета в кредитных организациях, открытые на ее имя, осуществляла приобретение различного имущества от имени третьих лиц. Таким образом, ею были легализованы деньги на сумму свыше 12 миллионов рублей. Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в июне 2020 года. Уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. В Карачаево-Черкесии заработала Федеральная система безопасности и контроля автотранспорта «Паутина», которая позволяет выявить из транспортного потока нарушителей. Новая система объединила в себе все преимущества всех предыдущих систем фиксации дорожных правонарушений. Об этом рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии Руслан Бастанов. Данная система внедрена МВД России для оперативного реагирования сотрудников МВД при выявлении разного рода нарушителей, которые нарушают правила дорожного движения, также совершают какие-то противоправные либо преступные деяния. Данная программа объединила в одно виртуальное пространство Все комплексы фото- и видеофиксации установлены на территории Российской Федерации. Карачаево-Черкесия стала частью большого федерального проекта «Ориентация на местности. Изучаем культурную карту страны». Это цикл передач, который выходит в эфире «Радиокультура и Радио России». Проект презентует культурный ландшафт регионов страны. Вещание о культурном многообразии Карачаево-Черкесии ведется с 23 января по 3 февраля. В частности, за минувшую неделю рассказали о Республиканском историко-культурном и природном музее-заповеднике имени Марии Байчоровой, Государственной филармонии Карачаево-Черкесии, Ногайском и Абазинском драматических театрах и Республиканском ансамбле танца. Две недели в эфире «Культурная история места» – театр, кино, музыка, современное искусство, литература, традиции, паромыслы и многое другое. В роли рассказчиков все те, кто в своем родном регионе создают и поддерживают культуру. С одной стороны, наша огромная страна объединена общим культурным кодом, но с другой, и это самое интересное, каждый регион, каждая область имеет свою специфику, что влияет на локальную культуру, говорится в информации радиостанции. Записи выпусков можно найти на платформе смотрим.ру. Первая межрегиональная выставка «Сокровища земли нартов» по мотивам карачаево-балкарского героического эпоса «Нарты» открылась в Музее изобразительного искусства в столице Кабардино-Балкарии. Передвижная выставка прибыла из Карачаевой Черкесии и в Нальчике пробудет до 10 февраля, а затем отправится в другие регионы. Представленные работы демонстрируют эпические образы персонажей, героев нартиады и их быт, рассказала заместитель министра культуры Кабардино-Балкарии Аминат Карчаева. Современные наши художники, замечательные наши художники Балкарии и Карачаев представили свои работы, свой взгляд на Нарский эпос, и благодаря их таланту, их творчеству, их мастерству мы имеем прекрасную возможность сегодня соприкоснуться с величайшим памятником национальной культуры. 4 февраля в Республиканской государственной филармонии состоится вечер-концерт памяти великого актера, музыканта и поэта Владимира Высоцкого. В этом году ему исполнилось бы 85 лет. Песни и стихи Владимира Семеновича прозвучат в исполнении музыкантов Сергия Зубарева и Дениса Непочатых. Экспрессия исполнения песен на гитаре, тембр голоса и харизма Сергия Зубарева вернут ностальгические времена для тех, кто вырос на песнях Высоцкого. А интересные аранжировки в соло-сопровождении виртуоза Дениса Непочатых добавят уникальности к оригинальному исполнению самых лучших песен Владимира Высоцкого. В эти дни в выставочном павильоне Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника проходит выставка «Уникальное культурное наследие народов Карачаева-Черкесии». Выставка знакомит с основными занятиями, образом жизни и традициями народов республики. Каждый из этих экспонатов демонстрирует искусство местных мастеров, тонкий вкус носителей культуры, формируя поистине сокровищницу, благодаря которой мы можем сегодня познакомиться с богатым культурным наследием этих народов, рассказала старший научный сотрудник сектора современной истории музея-заповедника Ольга Холодова. Для посетителей представлены этнографические материалы, рассказывающие о духовной и материальной культуре субъектообразующих народов нашей республики. Это предметы быта, изготовленные из дерева, керамики и металла, вышитые платки, ювелирные украшения, такие как нагрудники, пояса. Все это дополнено этнографическими фотографиями конца XIX – начала XX века фотохудожника Дмитрия Ивановича Ермакова. 7 по 13 февраля во Дворце спорта «Юбилейный Черкеска» пройдут чемпионаты первенства Северокавказского и Южного федеральных округов по тайскому боксу. В состязаниях примут участие спортсмены разных возрастных категорий от 12 до 40 лет. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению из синоптиков, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 2, плюс 7. В горах местами – минус 3, плюс 2. Утром местами на дорогах – гололедица. В горах Карачаево-Черкесии свыше 2500 метров лавина опасна. В Черкесии без существенных осадков ветер южной четверти – 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 5 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго! Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова